Город Муравленко вошел в тройку муниципалитетов-лидеров по расселению из аварийного жилья. За прошлый год в городе ликвидировали более 6,5 тысяч квадратных метров непригодного жилья. Новоселье отпраздновали 378 семей. Муравленковцы могут улучшить свои жилищные условия при помощи других программ. Каких, знает Татьяна Коломейц. В 2019 году новоселы смогут переступить порог своих квартир в пяти новостройках. Три дома на улице Дружба народов уже введены в эксплуатацию и совсем скоро будут переданы в собственность муниципального образования. Кроме того, планируется заселение в еще две новостройки. Один дом по улице Молодежной и один дом по улице Школьная. Это порядка 48 квартир. Продолжится и работа по расселению жильцов аварийных домов микрорайона Рабочий. Все деревяшки на улицах Лесная и Восточная будут снесены. В целом, в 2019 году планы по расселению и, соответственно, демонтажу аварийных домов – это 40 домов. Популярность программы «Молодая семья» в округе стремительно растет. В прошлом году ее участниками стали 25 муравленковских семей. Выплату в новом году ожидает еще 31 молодая семья. Им выдадут сертификаты на получение социальной выплаты. Ее можно использовать в качестве первоначального взноса при покупке жилья, на погашении ипотеки или индивидуальное строительство. 26 декабря внесены дополнения, которые предусматривают возможность для семей участников в период ожидания получения социальной выплаты изменить направление данной выплаты и направить ее с погашения ипотечного займа на приобретение иного жилого помещения, к примеру, когда ситуация связана с небольшим остатком по кредиту, задолженности, либо же с увеличением состава семьи. Размер выплаты зависит от количества членов семьи. Минимум это 30% от стоимости жилья. А если в семье есть ребенок-инвалид, субсидия составит 100%. Семья Храповых получила по-настоящему новогодний подарок. В очередь на улучшение жилищных условий по программе «Молодая семья» они встали в 2013 году. Долгожданный сертификат выдали в декабре. Квартиру в ипотеку выбрали быстро. Теперь родители с дочерью-третьеклассницей готовятся переехать в Капиталку. Специалисты управления муниципального имущества нам позвонили буквально за два месяца перед Новым годом и сказали, что нам одобрен сертификат. Но мы, конечно же, незамедлительно начали поиск квартиры. Как только определились с квартирой, начали собирать документы, собрали документы. И 27 декабря, буквально накануне Нового года, мы ее оформили, квартиру. Но теперь у нас приятные хлопоты. Мы делаем ремонт, у нас покупка мебели. В общем, мы очень счастливы. Активно продолжается и реализация программы сотрудничества. Желающих переехать на Югчеменскую область немало. На сегодняшний день это 202 семьи. Для ямальцев подготовлено более 400 участков. Причем при переселении из районов Крайнего Севера по федеральной программе можно выбрать любой регион и город России. У желающих воспользоваться программой переселения еще есть возможность попасть в список в 2020 году. Для этого в срок до 1 июля необходимо написать заявление в Управлении муниципального имущества. Татьяна Коломец, Владислав Дроботов, Новости Муравленко.